Мешок сняли уже прямо в камере, стены, нары. Там меня держали целую неделю, и там же и пытали. А как вам удалось развильниться с ветви? А никак. Когда они получили за меня выкуп, они вывезли меня в лес, надели мешок, вывезли в лес и там оставили. А я уже сам оттуда добирался домой. За вас выкуп, тобто, заплатили? Сколько? Да. Моя жена заплатила за меня 40 тысяч долларов, но я потерял значительно больше. Я потерял бизнес, здоровье, семью. Мне до сих пор сняться кошмары. Жена после этого развелась со мной и уехала с нашей дочерью в Израиль. Еще из-за этих уродов. Спокойно, будь ласка. Ваша честь. Дозволши, будь ласка. Для того, чтобы не заходить дальше и не вводить судовое следствие в Оману, я хотел бы зауважить, что я бы не принимал до уваги свідчения, которые сейчас надаются безусловно нашим святкам. И у меня есть на то достатні предоставки. У вас есть какие-то вагонные доказания? Ваша честь. На мой адвокатский запит было отримано информацию о том, что данный святок страждая на психичные разлады и перебывая на обліку в психиатричной лекарне. Поэтому стабильность этих психических разладов, она мает наслідком певные марения и нестабильную сведомость. Поэтому говорить про правильность данных свидетельств я бы взагалі не мог, Ваша честь. Довидку, будь ласка, передайте суду. Да, будь ласка, Ваша честь. Можете пояснити свидетельству? Я не скрываю, что я после этого события лечился, длительное время лечил нервы. Можно подумать, если бы вас украли, у вас бы не поехала после этого крыша. Ваша честь, я вважаю, что данный святок не может давать показы. Ваша честь, дозвольте. Я тут змушен заперечить. Ось, будь ласка, довідка, відповідно до якої святок, как на момент досудового следствия, когда он давал показания, так и на данный момент, я абсолютно здоровым и могу свідчити. Так что, шановный пан захисник, не одни ви працюете. Коллеги, вы настолько пытаетесь один одного здивувати, что иногда просто отвлекаете от сутки розгляда процесса. Довідка на довідку, потому что есть довідка. Коллеги, давайте слушать справу, хорошо? Ваша честь. Продолжите допит святка, будь ласка. Ваша честь. Я наполягаю на том, что данный святок не может давать свидетельствия. Так как вы смеете? Да, я пострадал, да, у меня больные нервы, но адекватность моих показаний подтверждается справкой, поэтому я говорю право. Лише адекватность показов, а не фактическую. Шановные, вы заспокойтесь, будь ласка, вас никто не звинувачивает ни в чому. Мы просто оцениваем ті свидетельства, которые вы надаете. Коллеги, еще имеете вопрос? Не маю счастья. Вы можете присесть в зал, и мы закончили ваш допит. Пане распоряднику, выключите, пожалуйста, Архипенко Романа Богдановича. Наступный святок. Роман Богданович Архипенко, 39 лет. Киянин, приватный предпринимец. Его выкрали под суднью саме того дня, когда загинув заручник Парамонов. На досудовом следствии вы свечили, что 12 березня вас выкрали саме ци двое под суднью. Прилуцкий и Бортко, так? Ну, прежде всего хочу вам сказать одну такую истину, можно сказать, что вот эта уголовная мразь, которая здесь сидит. Слышь ты, блин. Так, спокойно. Сидит спокойно, спокойно. И вот это подонок, так называемый, потерпевший, это одна банда. Он корчит себя потерпевшего, но это все одна связка. И я думаю, что у них еще есть люди, это не все, кого мы видим здесь на суде. Вы знаете, я по вам бачу, что вы очень эмоционально говорите. Можливо, у вас какие-то основы так решить есть, но мы их не знаем. Почему вы так решили? Ну, смотрите, после того, как меня вот это все произошло, когда меня похитили, мне позвонили и шантажировали. То есть попросили дать, ну, показания на суде, чтобы я сам позвонил в милицию и вызвался вот свидетельство. Ну, добре. А что с вами трапилось 12 березня? Вы можете докладно, правдиво рассказать? Меня возле своего дома с машины, ну, прямо выкрали, одели мешок на голову и привезли в подвал. То есть меня спустили по лестнице, я так понял, что это подвал вниз. И, в принципе, не успели меня кинуть ни в клетку, ничего. Но то, что происходило там в подвале, я все слышал, и голоса все запомнил, и все. И что самое там ведь бывало? Ну, что самое? Я так понял, что когда мы зашли, вот этот вот красавец, потерпевший якобы, он кого-то мучил, ну, как бы кого-то над кем-то издевался там в ледке. И Колян этот, как его называли, он, видно, узнал в этой жертве своего знакомого. Я так понял, что он, как бы, ну, узнал, что это его знакомка. А чему вы так вырислили? Ну, он, это, он крикнул, то есть, Вован, говорит, Вован, то есть это ты. А тот начал, ну, в ответ кричать, Колян, мол, ну, заступись за меня, то есть скажи, чтобы меня не трогали, ну, что перестали издеваться, то есть, что я, ну, никуда не пойду, ни в милицию, ничего. То есть он просто стал, ну, просить. Ваш честь, дозвольте, будь ласка. Скажите, будь ласка, а після вот этих обставин, что зробил мій підзахисный безпосередньо Бортко? Ну, Бортко Колян, он, да, как его называли, он. Да, да, ну, так они называли его, Вован, Колян. Он начал, типа, ну, наехать, наезжать, вот, на, я говорю, типа, что вы беспредел устраиваете, как вы, ну, это же мой знакомый, как вы могли, ну, вообще, такое, ну, просто беспредел устраивать. А этот, типа, что ты влезешь, что ты, ну, это, ну, это, он не должен, поэтому, ну, я что хочу, то и делаю. Свідка, скажите, будь ласка, післядный Прилуцкий принимал участь в усіх-всих разборках? Ну, он стоял, ну, как я понял, что рядышком где-то, и, типа, его успокаивал. Говорит, не лезь, чётко, типа, лезешь, вмешивайся, то есть пусть разбираются сами. Такая картина происходила. Ну, потом, я так понял, завязалась драка между подсудимыми, то есть, потому что толканина, драка, и я услышал, что кто-то задыхается. То есть, ну, как бы, человек копает воздух, и вот такое состояние, ну, типа, не может быть, чё. Ну, и какая развязка была у всего-чего? Ну, развязка, чё, потом я так понял, этот закричал, колян, что, типа, урёд, ты, ну, убил Вавана, то есть, я так понял, что он его убил, просто тот задохнулся. Что ты убил его, говорит этот, и удар я услышал, и падение тела. Ну, я так понимаю, что, то есть, удалили его. Меня потом вывезли, то есть, ну, забрали, вывезли в лес и, как бы, оставили. Знаете, я просто в шоке от того, что потерпевший, как бы, даёт сейчас показания, мы... Потерпевший. Я, если честно, такого, ну, не ожидал. Хочу сказать вам, вот, как было всё. Всех убил, вот, Степанчук убил Володю, вот. А мы с Олегом, мы просто выполняли, как бы, его приказы. Мы ничего не могли с этим поделать, он нас шантажировал. Вы, скажете, лишь вы выполняли наказы. То что же сами вы делали с жертвами выкрадений? Если вы, скажете, не убивали их, ваша роль. Мы их просто вывезли в лес, там и оставили. А почему же тогда убили Парамонова? Ну, почему, почему, то, ваша честь, тут целиком логично и всё зрозумело. Безпосередньо наш Степанчук, наш потерпілий, умовно таки, недопрацьованный вами, впізнает, точнее, чуя информацию, что жертва впізнала одного из членов банди, наразе это мой подзахисный, и он решил позвести себя небажанного святка. Тут целиком всё логично. Мне точно, пане прокурор. Они вообще с Прилуцким украли Вову без меня. То есть они, я когда пришел, я наблюдал их, они вдвоем там были. То есть, скорее всего, они просто вдвоем заодно были. Пане Прилуцкий, мне наразе уже всё зрозумело. Мне только одно не зрозумело с той информацией, которую отримали. Почему вы до последнего времени звинувачивали своего коллегу, моего подзахисного Бортко, у чинене такого злочину, как убийство? Потому что я не знал, что Степанчук останется в живых. Я думал, он там и окочурился в камере. Поскольку Степанчук сам человек влиятельный, я боялся мести с его стороны. Дело в том, что даже в СИЗО, когда мы со Степанчуком пересекались, он уже передавал мне записку с угрозами, и для меня было проще вот всё на колена свалить. Понятно. Ваша честь, я, конечно, сожалею о том, чем мы занимались. Но единственное, что я хочу сказать, что вот этого вот садиста, его нужно просто прикрыть, я не знаю, это просто не человек, это монстр какой-то. Я такого ещё никогда не видел, наверное, только в фильмах. Вы знаете, я слушаю этот бред и просто прозреваю. Ну, бред полнейший, только с больной фантазией могли такие придумать. И как элемент этого марения, ещё те подвольные двери, которых вы ничего не знали в своём доме, да? Я понимаю. Да, я надеюсь, что будет тебя не видать. Всех прошу присисти. Коллеги, досвидка, запитание есть ещё, чи нет? Нет, ваше честь. Досвидка Архипенко. Нет, ваше честь. Архипенко, присядьте, будь ласка, пане прокурор. Я так сподіваюсь, что клопотание будет у вас, або заява якась. Так, ваше честь. Ваше честь, вважаючи на то, что в данном судовом заседании были установлены обставины, которые свідчать про, возможно, причетность потерпелого Степанчука до скояння цього и других злочиней, а также установлено роли каждого из участников злочиней и предъявления обведения соответствующего законодательства, я прошу направить материалы изозначеної справа на дополнительное расследование, оскільки в данном судовом заседании мы этого сделать не можем. Ваше честь, я вважаю, что тут справа однозначно потрібно направлять на додатковое расследование, оскільки в ходе судового следствия было подтверждено, что мой подзахисный не причетен саме до убийства. Это подтверждено, кроме того, что отсутні відбитки пальцев на пакеті, которым задушили загиблого. Это подтверждено и последний свідок Архипенко. Хочу зазначити, что, поскольку мой подзахисный не причетен до убийства, понимая, что поведенка, возможно, в нём была в зале судового заседания, не достаточно такая, которая подлегала бы человеку, которая не совершила убийство, не заживаясь на складність справи. Я все ж таки просил бы суд змінити ему запобіжний захід на подписку про невыезд. Думка зрозуміла, дякую. Пане Шевчук, Ваше. Ваше честь, я цілковито підтримую в данном випадке прокуратуру, щодо того, щоб справа була направлена на новое досудовое следствие, повторно, з доопрацюванням в повному обсязі всіх матеріалів, встановлення безпосередньо роли кожного з цих співучасників цього злочину, чи були співучасниками, чи був безпосередньо мій підзахисний співучасником. Щодо запобіжного захиду, враховуючи складність справи, я цілковито покладаюсь на роль суду і на Ваше рішення, Ваше честь. Дякую, пане захисник. Підсудний Прилузький. Ви щось хочете сказати? Підсудний Буртко? Немає. Ви? Ні. Зрозуміло. Суд іде до наращої кімнати для прийняття рішення. Суд слухає справу про захоплення заручника та вбивство. Обвинувачують двох охоронників, які зробили приватну в'язницю в будинку, котрий охороняли. Про вину свою не визнавали і стверджували, що не знали ані жертви, ані про існування камер у підвалі. Та один із колишніх зарушників розповів правду. Охоронці – лише пішаки, а головний у них – господар будинку. Саме постраждалий вбив зарушника, а підсудний Буртко намагався завадити, бо впізнав у жертві свого друга. Що ухвалить суд? Оголошується рішення суду. Іменем України суд у складі головучого судді Старенького, суддів Романова та Каменного, пресекретарі Боруш, за участю прокурора Кренець, захисників Наконечного і Шевчука, розглянувши в відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню Прилуцького Олега Петровича та Буртко Микола Артемовича, вчинені злочинів, передбачені частиною 2 статті 147, пунктом 3 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, встановив, підсудні Прилуцький та Буртко обвинувачуються в захопленні та утриманні особи як заручника, яка спричинила тяжкі наслідки, умисному западійній смерті іншої людині, яка була заручником. Тобто вчинені злочинів, передбачені частиною 2 статті 147, пунктом 3 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, Враховывая клопотание прокурора, доследовавши все обстоятельства их совокупности, суд вважает, что справа подняла повернению на дополнительное расследование с метою проверки причетности до вчинания этого преступления и других преступлений, также и потерпелого Степанчука Игоря Володимира.